Российские власти намерены использовать территорию Крыма для проведения так называемых выборов в оккупированных частях Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областей. Об этом сообщило представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. Подключаем к нашему эфиру главу Меджлиса Крымско-Татарского народа Рифата Чубарова. Рифат Абдурахманович, приветствуем. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Рифат Абдурахманович, по вашей информации, каким образом российские оккупанты могут территорию Крыма использовать с этой целью? Ну, смотрите, вообще с момента оккупации, буквально с процесса, как происходила оккупация, и позже Крым стал своеобразным полигоном для обкатки разных грязных технологий, а также очень жестких незаконных методов общения с гражданами. И после того, как эти методы или технологии опробировались в Крыму, они потом использовались на территории, собственно, самой России. Ну, скажем, вот как проводить нечто, то, что называется выборами или референдумами, это же было продемонстрировано всему миру вот с первые дни марта 2014 года, когда за 9 дней был назначен так называемый референдум, был он подготовлен, проведен и обсчитан. И все понимали, что это шоу, имитация, но, тем не менее, тогда и общество российское это проглотило, но и мир в какой-то степени, в общем-то, должным образом не отреагировал. Крыму набили руку на том, как надо проводить те действия, которые называются почему-то выборами. В Крыму все эти 10-й год не меняется руководство Центральной избирательной комиссии оккупационной, господин Малышев, который ее возглавляет, он бессменный. Всегда задаются цифры, а потом под эти цифры, в общем-то, подводятся все протоколы. То же самое будет сейчас на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Для того, чтобы якобы этот процесс сделать максимально демократическим и дать возможность, это я все называю как бы вот с таким чувством сарказма, и дать возможность всем жителям, которые покинули новооккупированную территорию, но оказались на территории Крыма, в Крыму создадут также дополнительные, так называемые, избирательные участки. В общем, если 10 сентября, к тому времени ничего не случится, и оккупационные власти в Херсонской и Запорожской областях, в той части, где они оккупированы, они будут проводить это действие, и, разумеется, к концу дня мы будем иметь не только высокий процент, который нам покажут где-то 78, 86, может быть, даже под 90, но нам покажут неимоверное количество тех, которые якобы приняли участие в этих выборах, хотя до 60% жителей многих населенных пунктов Херсонской области, они выехали на территорию, контролируемую правительством Украины, для того, чтобы избежать тех опасностей, которые несет война. Да, но так вот сидишь, слушаешь, думаешь, что все понимают, что эти выборы, ничего общего с выборами, в принципе, с выборами, какими они должны быть, не имеют, но все-таки Российская Федерация их планирует провести. По вашему мнению, зачем? Смотрите, здесь на эти вопросы практически невозможно дать, как бы, потому что вопросы настолько правильные и настолько на них нет ответов у нормальных здравомыслящих людей. Но это для того, чтобы, ну, в данном случае, в отличие от 2014 года, тогда, когда так называемый референдум, а потом чуть позже, в сентябре, те выборы, которые они проводили в оккупированном уже Крыму, они были больше, как бы, рассчитаны на внешний мир. Сейчас внешний мир, особенно после 24 февраля, он уже, по-моему, абсолютно уже открыл глаза на все то, что и как происходит в России и на оккупированных ею территориях. Сейчас больше для собственного общества. Хотя здесь тоже они могли бы вообще обойтись без имитации этих выборов. Но, тем не менее, они это будут проводить еще более запутывая и осложняя ситуацию. Мне в этой ситуации очень жаль людей. Людей, которые будут принуждаться к тому, чтобы те, которые там живут, и они не смогут, многие из них, не пойти к этим избирательным участкам. Соответственно, их фамилии попадут в число тех, которые, ну, как бы, сотрудничают с оккупантами. Я лично сам буду прикладывать в массу все то, что возможно от меня, чтобы украинский политикум, ну, очень осознавал, насколько сейчас в таком сложнейшем положении находятся граждане Украины, которых просто будут заставлять идти на эти выборы. И они в страхе за свою жизнь, за жизнь своих близких, в значительной части пойдут на эти выборы. Но независимо от того, какое количество людей дойдет до избирательных участков, цифры будут выписаны заранее. Я бы, отвечая на ваш вопрос, немного бы продолжил бы. Вот у меня нет ответа на поведение международных организаций, а найти этот ответ очень необходимо для того, чтобы абсолютно не обрушить все международные институции, которые создавались для того, чтобы сохранять вот этот мировопорядок, не допускать военных конфликтов. Вы знаете, что сейчас Российская Федерация, как государство, ее парламент, являются полноправными, остаются полноправными членами, но одной всего лишь международной организации, это парламентская, межпарламентская организация, это парламентская ассамблея ОБСЕ. Российская делегация там имеет полностью и право голоса, и представлена во всех исполнительных структурах организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В то же время ОБСЕ это как раз та организация, которая в соответствии со своим статутом, полномочиями, договоренностями между членами этой организации должна прикладывать все усилия для того, чтобы обеспечивать демократию в странах, членах этой организации путем проведения честных, прозрачных выборов, путем организации наблюдений за этими выборами. Когда в Крыму все эти годы проводились выборы, в кавычках, разумеется, в Государственную Думу Российской Федерации, мы пытались убедить наших коллег в том, что не только эта часть выборов, которые организовываются правительством России на оккупированных территориях должны признаваться незаконными. Но сама Дума государственная, как парламент России, который позволяет себе комплектоваться с оккупированных территорий, должны быть моментально исключены со всех международных организаций. Нам не удалось именно по этому критерию добиться изоляции российского государства. Да, сейчас на части территории Херсонской и Запорожской областей будут проводиться выборы, так называемые местные органы, оккупационные органы. Это не выборы в Государственную Думу, но это делает государство Россия, которое оккупировало эту часть территории Украины. И поэтому мне казалось бы, ОБСЕ, которая не в состоянии абсолютно закрыть дорогу перед очередным таким брутальным нарушением международного права со стороны России, должна была бы вот на своей парламентской сессии осенней исключить Россию из этой организации и таким образом присоединиться, скажем, к Совету Европы, который в свою очередь но такое решение принял. И, как вы знаете, полномочия делегации России в Совете Европы, они остановлены полностью. Есть еще одна тема, Рифат Абдурахманович, которую с вами хотели бы обсудить. И она в целом касается планов Российской Федерации, которые в тартарары летят, из-за того, что эти планы совершенно незаконны, неоправданы и ничего общего с логикой и здравым смыслом не имеют. Но, тем не менее, вообще в целом странно говорить о туристическом сезоне на временно оккупированных украинских территориях, но, тем не менее, российский турбизнес констатирует почти крах туристического сезона в оккупированном Крыму. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Удивительно просто, да? Есть очень разные цифры от 30% до 60% провала на всех вот таких этапах, связанных с организацией курортной сферы. Но, разумеется, на территории, которая имеет все признаки при фронтовой территории, организовывать отдых, ну, как-то, в общем-то, ну, как-то звучит даже само слово отдых на прифронтовой территории очень неуместно. Но, тем не менее, Российская Федерация пыталась, в общем-то, направить своих граждан на территорию оккупированного Крыма для того, чтобы они заполняли пансионаты, отели. И таким образом, ну, и продемонстрировать, что Крым не находится под угрозой освобождения с точки зрения московских политиков. И граждане России используют Крым как российскую территорию. Но последние вот эти взрывы и атаки, особенно на Крым, на Керченский мост, на военные корабли Черноморского плота, в общем-то, и плюс разрушение мостов со стороны материковой части, со стороны материковой части Украины, они, конечно, обрушили желание всех граждан России воспользоваться Крымом. И поэтому я вижу и ту цифру, и эта цифра опирается на наше общение с местными людьми, которые живут в Крыму. Провал до 60-70%. Очень многие, особенно такие небольшие отели, пансионаты в этом году даже не открывались, поскольку не было никакой гарантии того, что на них будет спрос. Предлагаю считать это индикатором скорой деоккупации украинской территории. Спасибо большое. Рифат Абдурахманович, спасибо за присоединение к нашему эфиру, спасибо за ваши комментарии и оценку ситуации. Рифат Чубаров, глава Минжлиса Крымско-Татарского народа, был с нами на прямой связи. Еще раз спасибо. Продолжение следует...